Изменения в устав Ульяновской области уже почти подготовлены. Поправки обсуждались больше полугода на различных площадках. Действующая редакция устава была принята 15 лет назад. И, как всякий документ, требует актуализации. Особенно изменения назрели после утверждения на всенародном голосовании поправок в Конституцию. У устава появилась такая, знаете, четкая, человекоориентированная сущность. Впервые зафиксировано, что все органы государственной власти, все институты власти вообще в Ульяновской области действуют в приоритете, имея права и свободы граждан. Это принципиально важно. В проекте изменения усилена роль гражданского общества в выработке основополагающих вопросов развития региона. Прописаны будут права и обязанности всех четырех уполномоченных. Вносится в региональную Конституцию деятельность Палаца справедливости и общественного контроля. Мы очень много работали с общественностью, выслушали огромное количество пожеланий, когда обсуждали поправки в устав. И отрадно отметить, что те изменения, которые сейчас в устав внесены, касающиеся общественной палаты, полностью регламенты ее деятельности, взаимодействия с общественностью, они устояли. И мы надеемся, что будет все так, как прописано в уставе. Положениями устава расширяются права общественности по управлению областью. Изменения принесут реальную пользу жителям региона. Например, право ульяновцев на получение бесплатной, высококвалифицированной юридической помощи. Ульяновская область является общепризнанным лидером в России показания бесплатной юридической помощи. Ведь в нынешних условиях, особенно сейчас, когда свирепствует пандемия коронавируса, многие наши граждане на грани выживания экономического существуют. Зато они по большим позициям имеют возможность обратиться к юристам в разных сферах деятельности и получить эту помощь. Кроме того, уточняются полномочия депутатов законодательного собрания и расширяется право законодательной инициативы. Депутаты рассмотрят изменения в устав в ближайшее время. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ.